Началось совещание с презентации новинок книжного фонда городской библиотеки. Была представлена основная часть новых поступлений. Это исторические книги, различные романы, фантастика и автобиографические рассказы. Эти издания уже ждут своих читателей на книжных полках. Приятно осознавать, что текущий год оказался благоприятным для нашей библиотеки, в том числе и с приобретением имени. Далее участники совещания приступили к обсуждению повестки дня. По итогам прошедшей недели в медсанчасть номер 135 поступило 186 вызовов. Стационар принял 111 человек. Инфекционных заболеваний зафиксировано 195 случаев. Помимо этого, с 10 по 12 декабря в Десногорске ведётся приём врачей, аллергологов, иммунологов. Записаться к специалистам и задать интересующие вопросы можно через регистратуру медсанчасти по номеру телефона 72551. Всем записавшимся мы сообщили, это 80 взрослых и почти 100 детей. Так что, если кто-то ещё желает, есть ещё свободные места. И на следующей неделе ожидаем сосудистых хирургов, но пока дата ещё не определена. Инженерная инфраструктура работает в обычном режиме. Подача тепла в дома осуществляется без задержек и аварий. Также в ходе совещания председатель комитета по культуре Анна Королёва анонсировала список мероприятий для жителей и гостей города. Выходные обещают быть спортивными. В субботу 14-го числа в 11 часов на базе спортивной школы состоится открытое первенство города под Зюдо. 15-го числа в 11 часов в Десна чемпионат открытой баскетбольной лиги по баскетболу сезона 2019-2020 годов. Всех любителей спорта и болельщиков приглашаем поддержать наших спортсменов. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.